Заволжение следует... Желтые суслики – норные животные. Более чем три четверти жизни проводят они под землей, из-за чего их также называют земляными белками. Ритм всеместной природы определяют две крупные реки, образующие Волго-Ахтубинскую пойму. Весной вода заливает окрестные луга и степи, а на увлажненной земле пробуждаются сотни видов растений. Жизнь сусликов зависит от этой цикличности. С наступлением настоящей весны их поселение оживает. Мы находимся в самом центре городка, где живут желтые суслики. Два десятка животных занимают территорию в несколько гектаров. Вся она изрыта норами, выполняющими разную функцию. Убежище с пологим входом. Жилище гнездовой камеры с вертикальным входом. Общажные студенты завидуйте. Отдельная нора. Суслики живут либо поодиночке, либо парами. И вот нет такого, чтобы по четыре человека помнить. Но есть одно но. Суслики – социальные животные. И в случае опасности, если суслик не успевает набежать до своей норы, он нырнет в чужую. И хозяин его ни за что не выгонит. В норах находят убежище не только суслики, но и другие животные. Вот и зеленая жаба спасается от полуденной жары. Но довольно наблюдать за зверьками издалека. Ведь мы приехали сюда специально, чтобы провести этот день вместе с ними. Сейчас мы оставим сусыкам немножко корма и попробуем пообщаться с ними поближе. Поначалу зверьки вообще не поняли этого аттракционной щедрости. Наши подарки вызвали у них лишнее доумение. Усугубляют недоумение и наши камеры, которыми мы обставили в весь их городок. Чтобы не вносить дополнительной тревожности в обстановку, мы покидаем территорию городка и далее наблюдаем за его жителями дистанционно. Хоть даже нас и нет рядом, зверьки все равно опасны. Но в конце концов, еда Исида, чувство голода, постепенно берет верх. Стоило нам отойти подальше, как суслики быстро начали осваивать наше подношение и наше оборудование. Один, наиболее смелый и вовсе, кажется, решил попробовать себя в качестве помощника оператора. Посмотрите-ка, он передвигает нашу камеру. Не иначе как в поисках лучшего ракурса для съемки. Постепенно мы подходим все ближе. И ближе. И, наконец, совсем близко. В итоге зверьки стали нам полностью доверять и позволили на равных правах пожить в их поселении. С этого момента мы могли посмотреть на жизнь колонии глазами ее обитателей. Лишь один весьма пожилой суслик так не поверил нам. Почти все время он прятался за камнями и тревожно кричал, призывая соседей не доверять пришельцам. Желтые суслики социальны. Находясь в постоянном контакте друг с другом и оповещая соседей об опасности, суслики постоянно общаются между собой. Общение может быть как голосовым, обычным представляющим собой тревожный сигнал, так и тактильным. Прикосновения друг к другу играют большую роль для коллективных грызунов. Для них это и обмен информацией, и просто способ общения матери с детьми. Отношения между брачными партнерами короткие. Пара образуется ранней весной и, занимая одну из норок, выводит потомство. Хотя кажется, эта семья припозднилась. Самцы не принимают участие в воспитании будущего поколения, зато самки – заботливые матери. Целый месяц они выкармливают детенышей молоком и учат всему, что понадобится в дальнейшей жизни. И даже когда сигалетки подрастают и становятся самостоятельными, большая семья не распадается вплоть до конца сезона, пока вся колония не ляжет в спячку. Но жизнь колонии не так безоблачна, как может показаться. У сусликов есть опасные враги. Защитой от них может быть только максимальная бдительность. Пока одни ищут корм, другие стоят на посту, охраняя безопасность поселения. Хищные птицы – одна из серьезных угроз. Черные коршуны могут скрываться в кроне деревьев, охотясь из засады. Но обычно они, как обладатель маневренного полета и отличного зрения, парят над небольшой территорией, своими охотничьими угодьями, высматривая жертву. При появлении пернатого хищника суслики начинают тревожиться. Вся колония взбудоражена, шум ветра разрезают предупреждающие крики. Но нельзя весь день отсиживаться в норе. Нужно продолжать кормиться, ведь до следующей спячки осталось всего около месяца. Хоть и с опаской, суслики продолжают свои фуражные занятия. Но, заметив непосредственно опасность воздуха, стоящие на страже зверьки подают тревожный сигнал, и все обитатели поселения кидаются на утек. Тут уж не до еды. На этот раз обошлось. Атака Куршуна прошла без ущерба для жителей колонии. Жизнь поселения возвращается в обычное русло. Но ненадолго. Вот уже новая угроза нависла над сусликами. Если ты носишь ярко-рыжий мех, на фоне зеленой травы тебя сложно не заметить. Но можно спрятаться в прошлогоднем бурьяне. Обзор будет меньше, зато есть возможность выбрать жертву не спеша. Как насчет этого? Или эти? А может тот? Или все-таки эти? Заметили. Придется действовать по ситуации. Суслики бегут на утек. Кажется, вся затея провалилась. Но что это? На самое крайнее городка один суслик зазевался и не успел спрятаться. Соседи с опаской выходят из укрытия. А лисица сегодня не останется голодной. Колония потеряла одного из своих жителей. Но долго пребывать в страхе суслики не могут себе позволить. И вскоре после ухода лисицы они снова выбираются из своих нор. Сначала с опаской, затем смелее они вновь занялись добычей пропитания. Сочные травы на заливных лугах Волга-Ахтубинской поймы за короткий сезон успевают дать достаточно пищи для всей колонии. Территория городка довольно велика. Одни суслики живут на лугах почти у самой воды. Другим же достались участки степени. Но, так или иначе, корма хватит всем. А ведь задача перед сусликами стоит нелегкая. За 3-4 месяца надо успеть нагулять жировые запасы для 8-9 последующих месяцев спячки. В которую они залегут уже в июне, как только солнце выжжет траву и лишит их корма. Обратите внимание, что суслики часто задействуют передние лапы. У них они устроены так же, как наши руки, с четырьмя длинными пальцами и отдельно отставленным большим пальцем. Они и пользуются ими, как руками, помогая себе в еде. Несмотря на все опасности и невзгоды, суслики счастливо живут в своем городке. Общаются друг с другом, добывают пищу, растят потомство. Так проходит день за днем, их незамысловатый, но насыщенный событиями жизни. А день, который мы провели вместе с ними, подходит к концу. Солнце склоняется за реку, и вскоре на колонию опустится бархатная южная ночь. Попрощаемся же с ее обитателями, которые любезно позволили нам на один день разделить с ними их жизнь. Продолжение следует...